Агея, 2 глава, с 11 стиха. Открыли, да? 2.11 Агея. Так говорит Господь Саваоф. Спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей, и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или или, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным, освященным? И отвечали священники и сказали, нет. То есть от освященного что-то делается священное, да, освященное. Дальше. Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому, кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, например, сделается ли это нечистым? И отвечали священники, сказали, будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ, таково это племя передо мной, говорит Господь, и таковы все дела руки. И что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. То есть мы видим, что нечистота, да, она оскверняет что-то священное. Их нечистота, нечистота идолослужения, о котором мы говорим, нечистота, она оскверняет нас. То есть то, что мы с вами говорим сейчас обо всех этих направлениях, и где верующие люди начинают жить по обычаям этого мира, то есть оскверняется служение. Вы понимаете, это приходит к нам, оно оскверняет нас. Поэтому такое совместное служение, в кавычках я бы назвал, безусловно, оно отделяет нас от единства в теле Мессии. Это может быть глубокие, серьезные слова или заявления, но это действительно так. То есть соединение с ними и совместное служение с ними, именно так, потому что это становится нечистым и оскверняет, оно отделяет нас от единства в теле Мессии. Помните, в Писании написано у Тимофея, слово их будет распространяться как рак. Вот в данном случае это распространяется как рак. Это распространяется. И когда будет зупинка, дай Бог, чтобы была. Поэтому Заравель сказал, в 4 главе мы читали, да, у Ездры, в 3 стихе, не строить вам вместе с нами. Не строить вам вместе с нами. У нас есть повеление от Бога, и мы знаем Его заповеди, и мы знаем, что написано в этих заповедях, и какое наше отношение должно быть с другими народами, соприкосновение с ними. У нас есть служение, которое мы знаем, как его исполнять, как готовиться, какой строить жертвенник, из каких материалов, какие должны быть священники, во что одеты, левиты, какое должно быть жертвоприношение, чистое животное, нечистое животное. Мы не будем с вами строить. Вы понимаете? Деяние 17 глава. Деяние 17 глава. С 22 стиха. Павел находится в Афинах, в очень интересном городе, где, как вы помните, как мы можем исследовать эту историю, община не родилась. Были попытки, было желание у Павла, но почему-то Божья община, Божья церковь не родилась там. И стал Павел среди Ариапага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведанному Богу. то есть, есть святыни, другие, есть места, где поклоняются другим богам, он проходил, осматривал, да, вы люди набожны, да, и нашел я еще один жертвенник, кроме других жертвенников, на котором написано, неведанному Богу, всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Да, по Писанию мы просмотрели. Афиняне тоже, как и, как и другие, то, что мы в Танахе прочитали, они ищили своих богов, ищили еще и Бога, неведомого. Ищили Бога всемогущего, Бога еврейского народа. Да? Бог сотворивший мир, вот какой Бог, и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли и назначил предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили. Мы Его и Род. Итак, мы, будучи Родом Божиим, не должны думать, что Божество, подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. 29 стих. Это очень мощный, очень важный на это время для верующих стих. Мы, будучи Родом Божиим, мы не должны думать, что Божество, оно как-то даже сравнивается, подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и какого-то человеческого вымысла. В Новом Завете об этом ничего не говорится. о том, чтобы преуспевать в этом деле. А тем более, есть наставление, учение, Ишуа и учеников, чтобы в этом деле идти вперед. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Те, которые покаются, я раньше этот стих, 17-30, я применял, ну, служение, как бы, может, и вы применяли для всех, да, призыв к покаянию, но когда ты его в контексте читаешь, ты понимаешь, к чему это относится, уже как бы глубже. Правда? Да. И я видел, что те люди, которые у нас, ребята, которые были захвачены страховыми этими страховками и сетевым маркетингом, вот, или там еще чем-то, то есть не только, то есть за разный период же, люди столько старались где-то что-то поиметь и подстраивали под это и Бога, и служение, и людей, и просто оно все так выглядело, когда мы видели мотивы, и что, какие могут быть последствия, когда мы это все разбирали, люди понимали, кто-то сразу каялся, кто-то через время, через время не каялся, продолжал в этом находиться, просто наступал на швабру в очередной раз, вот, и терпел поражение, когда понимал, что попал, мало было раза, значит, еще два-три раза в этом направлении, и все, пока не понял, что вы понимаете, вот, и что мы здесь видим, давайте прокомментируем эти немножко стихи, эту историю, то есть Павел говорит, что, ну, как бы, афиняне, вы вообще чемпионы в набожности, у вас вообще такие большие благословения, вы вообще так неплохо живете, так вообще хорошо устроились, да, и кроме этого, есть у вас жертвенник, неведомый Бог, у вас есть другие жертвенники, и на самом деле, они думали, что они чтили этому Богу, написано, не зная, но чтили, и то, что мы с вами говорим, интересно то, что в Афинах общины не было, насколько труднее полуидолопоклонникам обратиться к Богу, чем настоящим идолопоклонникам, вы поняли мою мысль? поэтому община в Афинах не родилась, одна из причин, одна из главных причин, правильность возникает, правильность возникает, Иешуа сказал, юноше, тяжело богатому войти, трудно войти, вы понимаете? А помните Ирода, идолопоклонника, льстец, убил еврейских младенцев, да? Ну, какой храм отстроил? Ученики говорили, какой храм? Ох, какой храм построил? А Иешуа сказал, камня на камне не останется от этого храма. Вы понимаете? Камня на камне не останется. Красивый храм восстановил, да, для служения, для жертвоприношения. Но у Бога свои счеты и свои расчеты. все, что называется беззаконием, идолопоклонством, все, что называется грехом и так далее. Интересно то, что Вавилю предлагали бескорыстную помощь, да? Если мы внимательно обратили, предложили вообще это делать без денег, бесплатно. Правда? Мог бы, конечно же, как-то же согласиться. Вот. Ну, или когда, да, или мог бы как-то им сказать, ну, ну, скажем, не надо с нами строить, там, сказать им, а? Пожертвовать что-то можете, да? Или там им сказать что-то, чтобы их не обидеть или сказать, ну, вы идолопоклонники. Правда? Вот. То есть, ну, придумали бы что-то. Такого не произошло. Он сказал, не будем строить вместе с вами. Поэтому Бог очень желает, чтобы наше новое сердце, ну, раньше было каменное, теперь плотяное, да? чтобы оно не осквернялось всякой нечистотой, жаждой вот этой обогащения, чтобы мы смотрели не на земное, действительно, на то, что нас подымает, нас возвышает к небесам, к нетленному, к неувядающему, к вечному. И поэтому, безусловно, Бог хочет нашу жизнь с вами освящать. От всякого осквернения освящать постоянно. То есть, мы будем с этим сталкиваться, и написано в Писании, что времена наступят тяжкие, может быть, они уже наступают. Все, что люди будут горды, сребролюбивы. Да? Да? Правда? Так и есть. Наверное, еще будет усугубляться эта ситуация. Бог будет очищать свою невесту, проводить через огонь. Правда? Поэтому мы с вами должны понимать Божье намерение о нас и наше предназначение. Как написано, ибо мы им живем и движемся и существуем. Мы им живем и движемся, и существуем. То, что мы говорили о первой любви. Что нам хотелось? Нам хотелось денег, нам хотелось одно, второго, третьего. Мы пришли к Богу испачканные, грязные, разбитые. Когда мы каялись, когда мы видели, как Бог нас касался, когда мы плакали, когда мы радовались, танцевали, мы хотели денег, мы хотели какого-то богатства. Поэтому Павел говорит Тиме, Тимоша, богатых увещавай и помни первую любовь от семени Давида, воскресшего Мессии. Говорит одному и тому же человеку. Это нельзя разделить, это не в разные времена. Это было тогда, это будет и сегодня. И вы знаете, что нас от этого мира, нас от этого мира не будет сильно отличать какое-то там, если мы будем иметь процветание или мы будем иметь какое-то богатство, потому что много неверующих они имеют богатство, да, много неверующих действительно процветают. В здоровье мы тоже не сильно можем отличаться. Конечно, Бог желает, чтобы у нас была крепость нашего тела, вот, чтобы мы жили, вот, и дожили до старости и видели детей своих, сто процентов это важно, но мы можем увидеть обратное в жизнь, можем сказать, это как-то несправедливо, люди живут беззаконной жизнью, греховной, просто разгульной и живут до 80-90 лет, правда? Какими-то сто процентов Бог оснащает свою церковь, оснащает свою общину дарами, это, слава Богу, они у нас есть для созидания служения, для созидания тела, тела Мессии, но написано, что сам дьявол, он принимает вид Ангела Света, да? Если мы вспомним некоторых таких, как Кашпировский, как Ванга, вот, у которых тоже происходили какие-то чудеса, тибетские маги могут сделать такие вещи, что нам даже с вами и не снилось, правда? то есть, Бог сто процентов творит чудеса, Он Бог чудес и знамений, Он творит, Он всемогущий, правда? А вспомните, пожалуйста, историю, когда египетские волхвы и чародеи, они до какого-то момента воспроизводили через все эти то, что делал Моисей, вы помните? До какого-то момента. А? Да, 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 да. Вы понимаете? Но это до какого-то момента. Потому что в отличие от того, что это все подделка, правда? От дьявола это все подделка, это подделка сатаны. Потому что мы с вами можем вспомнить, может быть, старшее поколение, когда был Кашпировский, то есть, если люди какое-то получали исцеление, то после этого просто в их жизни такое проклятие приходило, даже время сеансов и скорой помощи вызывали и так далее. То есть, если Бог творит чудеса, это приводит к исцелению, к освобождению, созиданию, к расцвету, к благословению. У дьявола, если он что-то подделывает, если что-то происходит видимое, это все приводит к разрушению. Если он дает через своих нечистых служителей, ангелов, духов нечистых, дает взгляд на богатство, на деньги, и это порабощает верующих людей, это приведет к гибели. Правда? Это приведет к гибели. Да. Хорошо. Хорошо. И что еще я хотел бы добавить? Что я еще хотел бы добавить? Господь у нас очень хочет благословлять, очень хочет, все-таки подчеркнул, и у нас благословляет, и важно, чтобы мы с вами имели и здоровье, важно, чтобы мы с вами были и теми, которые готовы действовать и могут действовать в дарах Духа Святого и творить чудеса, но есть то, что отличает нас от этого мира, то, что мы с вами сейчас перечислили. Отличает, правда? Потому что с одной стороны мы можем так, если рассмотреть это, неверующие люди, они могут иметь подобие того, что, допустим, имеют верующие люди, но то, что не имеют неверующие люди, мы можем иметь, это святость, святость и праведность, правда? Бог сказал, будьте святы, святость это у нас отделил от этого мира, отделил от этого мира, вы понимаете? Что нас отделяет от этого мира, это святость, потому что мы на небо не попадем из-за того, сколько раз мы беса выгнали, правда? Нет. Мы на небо не попадем из-за того, сколько у нас бизнес-контор и офисов, у нас идет нормальное христианское соревнование, правда, нет? Нет. Мы на небо попадем по другим причинам. совсем по другим причинам. Потому что у нас есть что-то то, что нет в этом мире. Поэтому он нас и отделил от этого мира, чтобы мы не прилиплялись к этому миру. я не Если бог заботясь о нас открывает нам эту истину сейчас и желает своих детей защитить, то слава богу за это. Правда? что у нас такой Бог, который... Мы можем только молиться за наших, может быть, искренне попавших, допустим, наших братьев, сестер, которые находятся, допустим, в таких служениях, где уже пришло это осквернение, и они как бы уже вовлеклись в эти все движения. Мы можем за них молиться, правда? Но какие-то еще попытки предпринимать, потому что это может нас захватить. Это дух, где может привести, дать нам сомнения. Мы можем сомневаться. А правильно ли нам говорил нам тот пастор? А правильно ли нам говорил наш Реба? Все равно же надо же как-то выкручиваться, надо же как-то жить, все равно же, ну как? Вы понимаете? Надо же как-то, но доверяйте Богу, доверяйте Богу. Не спешите оставлять служение. Не спешите оставлять служение. Вообще не оставляйте служение. Потому что очень легко расстаться, и найдутся такие доводы, и такие обстоятельства с вашими родными, с вашими детьми, нельзя оставлять служение. Наша дочь, она учится в медицинском институте в Киеве, уже на четвертом курсе. И она видит нашу жизнь, она понимает, что она сама туда поступала, она очень туда хотела. Она понимала, что у нас нет денег, чтобы она туда поступила, потому что там говорили, что нужно кучу взяток давать и так далее. Мы сказали, мы ей сказали, что даже если бы у нас деньги были, мы бы ни копейки не дали. Поэтому она поняла, что несмотря на то, что мы родители, мы должны как бы думать и заботиться, как продвинуть наших детей, чтобы они учились и какую-то назовем это карьеру, хотя я к этому тоже так отношусь, карьера. Карьера. Понятно, не все дети наши могут быть пастырями и, скажем, служителями такими реальными, но, по крайней мере, они должны иметь эти христианские ценности и библейские законы и жить праведной жизнью. Может, через время, когда они повзрослеют, чуть-чуть молодежный пыл остынет, всего, что хочет сейчас молодежь, через время, может быть, будут служителями, но нам их важно держать. И она понимала, что мы ничего не дадим, даже если бы у нас были деньги. Она сама начала пробовать поступать, сдала один экзамен, второй, третий поступила. Она учится со всей Украины, иностранцы, и, конечно, там есть очень богатые дети, богатых своих родителей и на машинах приезжают в Киеве. Она это все видит, и одежда, и время проводят после института, там выходные дни, там одногруппники и так далее. То есть она же это все видит. И я помню просто себя студентом, я был неверующий, но я помню, как я маме говорил, мама, я просто, когда приезжал в Киеве учился тоже, я приезжал в Бердишеве, я говорил, мама, ну, мне нужны деньги. Я понимал, мама одна, там на 80 рублей тянет меня, учит в техникуме в этом. И, ну, я хотел быть как все. Это нормальное какое-то желание, может, оно не нормальное, но мы хотим быть как все. По крайней мере, Аня моя, она тоже, она ущемлена, у нее не та одежда, она не может себе позволить пойти там в какое-то кафе, такое, как ходят ее подружки. Так она мороженое может себе пломбирку пить, а именно пойти в то кафе покушать другое мороженое, она не может. Вот. И вот приходится за нашими детьми нам очень внимательно смотреть и говорить об этом. И мы с ней проводим так очень плотно время и стараемся, чтобы она говорила правду, где и что. Ну, мы видим по ней, что это очень сильно увлекает. Она выбрала, это ее путь. Она захотела учиться, она не захотела оставаться в Бердичеве. Она не в служении у нас сейчас. Вот. Она периодически ходит в Мишпаху, в молодежную общину в Киеве. Ну, и когда приезжает к нам, понятно, она у нас все время на служении. Вот. Но она не служитель. Одна из причин, у нее нет времени, просто физически, потому что медицинский институт, это, ух, там столько разных предметов, и латыни, и все остальное. Но даже дело и не в этом. У нее даже отношение к служению поменялось. Отношение к верующим. Из-за того, что она просто, дочка пастырей, она просто находится в институте, где практически нет верующих, и она просто живет, ну, может, понятно, не живет по обычаям, как живут все, но, по крайней мере, она, она с ними общается, и все. И прошло каких-то 4 года. Вы понимаете? Поэтому нам очень нужно думать о наших будущих детях, о слове карьера. Дай Бог, чтобы наши дети были спасены, и если есть возможность, чтобы они учились, но только под нашим как-то присмотром, чтобы они где-то были в церквях, в общинах, только так. Потому что, если будет катастрофа. Ишуа сказал, сказано, что я вчера, и сегодня, в веки тот же. Правда? Ничего не поменялось с того времени, что мы считаем Библией. Тем более, мы взяли с вами из Танаха несколько историй. Это подтверждено Новым Заветом. Все, что было тогда, оно есть и сейчас. Нет ничего нового под солнцем. Правда? Хорошо. Хорошо. Мужчина, мужчина, женщина. Мне просто отслужение. А муж сказал мне. Сначала вот дома. У вас есть муж? Я вообще не могу. На первом месте Бог, на втором муж, на третьем месте, на четвертом работа и только на пятом служить. Это женщина. Ну, отношения мужа и жены, это, конечно, другая, другая сторона медали. Вот. Поэтому, ну, то есть, вы понимаете, тема отношений мужа и жены, кто кому как должен сказать, и кто должен подчиниться. Вот. Ну, если это к нашей теме, по-моему, это не совсем к нашей теме. Ну, это важно для вас, я понимаю, но... Вот. Хорошо. Ну, я, в принципе, то, что я хотел сказать именно о влиянии, скажем, денег на нас, я, в принципе, то, что я хотел донести на этот момент, на сегодня, в принципе, я сказал. Продолжение следует...